Около кинотеатра «Искра» состоялся праздничный фестиваль, организованный Центром детского творчества «Импульс», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие становится своеобразным подведением итогов образовательного года. На открытом воздухе проходили мастер-классы педагогов и воспитанников. В четырех номинациях работает конкурс. Это современное искусство, традиционное искусство, День Победы и Азбуки Веди. Посвященное Дню славянской письменности и культуры. Это буквица, тоже интересная история. И вот дети, давая мастер-класс, они рассказывают историю ремесла, показывают. И вот очень многие дети после этого праздника приходят к нам записываться. Любой желающий мог окунуться в удивительный мир народных ремесел и в будущем присоединиться к дружной семье «Импульса». Сегодня мы предлагаем нашим гостям после освоения основных элементов геометрической резьбы выполнить вот такой вот сувенир-подвеску, который может украсить сумочку или рюкзак. Каждый мастер представляет свою форму. По соседству под руководством юной Анны Кротковой можно было попробовать себя в искусстве изображения буквиц, заглавных букв в начале любого текста. Я показываю, как рисовать буквицы. Буквицы – это самые главные буквы. Их ставят в начале каждого произведения, в детских рассказах, в сказках. И буквицы появились очень давно, когда только появились книги. Также здесь занимались лепкой из глины. В последние годы это увлечение очень популярно и для многих. В дальнейшем даже становится дополнительным источником дохода. Сейчас же посетители мастер-класса только пробовали делать первые шаги в этом ремесле. Мне кажется, что поделки своими руками в любом случае лучше, чем сделанные чужими. Так как это делал ты сам, вкладывая туда и душу, и любовь. У всех хорошо получалось, но вот у маленьких детей не очень, потому что они как бы в первый раз. И некоторые даже очень хорошо понимали фигуру, как надо делать. На протяжении всего мероприятия проходил концерт, репертуар которого составляли как современные, так и народные песни и танцы. Все участники заряжались хорошим настроением и поддерживали друг друга. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.